Как пришла мысль открыть собственную сыроварню? Евгений Кялин рассказывает об этом скромно. Изучали бизнес-идеи в интернете, решили остановиться на производстве сыра. Закупили итальянское оборудование. Жена сыровара Надежда съездила на семинар в Москву. Преподаватели-итальянцы обучили тонкостям мастерства. Выбрали место для сыроварни в родной деревне Сяпся и в январе этого года сделали первый сыр. Закваски покупают заграничные. На них санкции не распространяются. А вот остальное сырье местного производства. Молоко поступает сюда. Мы привозим в цистерне и по шлангам закачиваем в охладитель молока. Здесь молоко при температуре 4-5 градусов хранится на протяжении 2-3 суток, пока мы его выработаем. Из цистерны молоко попадает в следующий агрегат. Здесь его пастеризуют, вносят закваски и ферменты, и через 2-3 часа получается сырное зерно. Его помещают в формы. Когда головка сыра сформируется, сыр засаливают. Последний этап производства – созревание. В холодильной камере при постоянной температуре сыры проводят от 5 до 30 дней, в зависимости от вида. Производим мы несколько разновидностей сыров. Один из самых популярных – это сыр качута. Также мы производим сыр Монтазио. У него головки весом около 3 килограмм. Созревает он от 30 до полугода. В сыроварне всего четверо работников – Евгений с женой и их мамы. На плечи предпринимателей ложится все – производство, доставка, упаковка и развитие бизнеса. Многому пришлось учиться с нуля. Не жалеем ни на секунду. Своё дело – своё дело. И здесь, как ни в какой другой работе, есть помимо каких-то материальных составляющих, есть очень важный дополнительный бонус. Некая такая скрытая мотивация. То есть своё родное, и в общем-то ты пытаешься вытянуть это. В планах – расширить ассортимент и объёмы производства. Получить гранты на развитие бизнеса. Предприниматели осваивают рынок и в соседней Ленинградской области. Так как сыры натуральные, мы в них не используем каких-то искусственных и химических добавок. Поэтому вакуумная упаковка даёт возможность сыру сохраниться, качёта храниться в вакууме до 30 дней. Сегодня сыры «Сяпси» привозят в магазины Пряжинского района, в Кондопугу и в Петрозаводск. И, конечно, эти кипятки. Продолжение следует...